Знаете, ребят, вообще мне нравятся такие волосы, но мне достались такие, и я понимаю, что надо жить тем, чем тебя, так сказать, уже наградила природа, и правильно ухаживать за тем, что ты уже имеешь. И сегодня я вам хочу рассказать о моем уходе за волосами, поделиться какими-то лайфхаками, которые, правда, знают не все, и я очень надеюсь, что я сегодня буду полезна для вас, и продолжайте смотреть это видео. Знаете, у моей мамы довольно-таки сухой тип кожи головы и вообще в целом волос, а у папы довольно-таки жирные волосы, хотя там у него три волосины, но они жирные. И как вы думаете, какой тип волос достался мне? Конечно же жирные. Мне приходится мыть голову через день, через два дня, и знаете, я мою голову всегда по мере ее загрязнения. Я знаю, что некоторые люди моют голову прям каждый день, мне кажется, мне было бы просто лень мыть голову каждый день, и я мою где-то через два дня, максимум три, потому что если больше, то выглядит все очень ужасно. Перед мытьем я наношу разные масла. Бывает такое, что я наношу масло для волос прям перед сном, и чаще всего это где-то за час. Я пользуюсь либо кокосовым маслом, либо маслом ЖЖБА. Масло ЖЖБА мне особенно нравится, я наношу масло только как бы ниже ушей, так сказать, и кончики особенно очень стают напитанными, такими не сухими, так что не пренебрегайте маслами. Я обязательно расчесываю волосы перед мытьем. Ну, чаще всего, когда я мою волосы, они уже какие-то некрасивые и запутанные в какой-то мере, потому что перед этим у меня, наверное, был хвост, либо какой-то колосок. И я обязательно расчесываю волосы, потому что потом, уже после того, как я их повозю, потом мне будет намного проще с моими волосами. И также я расчесываю волосы мокрыми, потому что знаю, что некоторые говорят, что это плохо влияет на волосы, но не знаю, если я лично не расчешу волосы мокрыми, то потом, как бы, мне кажется, я их не расчешу вообще. Ну а как я говорила, что масло, например, я наношу только от ушей и нише, шампунь наоборот, я наношу только на корни, и вообще как бы не трогаю низ волос, так сказать, я делаю такой массаж головы, и когда уже смываю свой шампунь, то мне кажется, вся эта пенка, она проходит и по всей длине, и никакой грязи на волосах не остается, да, но в целом есть только на коже головы. И мою, кстати, я волосы шампунем всегда два раза, еще с самого детства, мне папа с мамой говорили всегда мыть два раза, они моют два раза, даже папа. Я всегда сушу волосы феном, даже когда я дома, и по моей головы мне не нужно никуда идти, потому что, я не знаю, если я не высушу их, они у меня неровные, не такие, ну в плане, у меня в целом ровные волосы, у меня они не вьются, но если я не высушу феном, то они какие-то слишком пушистые, слишком неухоженные, и фен это, правда, мой очень хороший друг. Выпрямитием я не пользуюсь совершенно, у меня только есть такой выпрямитель, который, получается, там есть такая кнопка, и выпрямитель стоит плойкой для гофре, иногда я делаю гофре, но очень редко, потому что гофре, правда, плохо влияет на волосы, кудряшки я очень люблю, но тоже делаю их не часто, редко, потому что все вот эти вот плойки, это все термо, такие штуки, которые очень плохо влияют на наши волосы, хотя я обожаю кудряшки, они всегда выглядят так красиво, мило, но это плохо для волос. Спас я стараюсь всегда с какой-то такой легкой прической, либо это легкий хвостик, либо это колосок, косичка, тоже такие легкие, чтобы они мне не мешали, потому что, когда я забываю, либо ленюсь такое сделать, то потом утром я просыпаюсь просто с ужасом, с взрывом какой-то макаронной фабрики на моей голове, мои волосы, они выглядят ужасно, они, правда, уже очень хотят, чтобы их помыли, даже если они в целом-то не жирные. Вообще, я никогда не красила волосы, не пользовалась никаким тоником, ничего, единственный раз я помню, моя подруга когда-то была у меня дома с ночевкой Кате, она приносила такие маркеры, мелки, мелки, они вообще для рисования, но мы ими красили волосы, я красила волосы, кстати, не помню, красила ли Кате, я красила таким розовым мелком волосы, и это было прикольно, у меня тогда еще были кудри, волны, и вот этот вот розовый мелок, но из-за того, что это мелок, у меня потом вся моя джинсовка была розовая, сумка была розовая, футболка была розовая, расческа, которой я расчесывалась вся была розовая, потом, когда я мыла голову, вся ванна была розовой, но выглядело прикольно. Но, кстати, мне часто говорят, что ты, наверное, красила волосы, потому что низ по цвету очень отличается у меня от верха, низ намного светлее, намного такой желтее, чем верх, ну, все вот это вот выгорание, солнце, единственная краска, которая влияет на мои волосы. Ну да, я не красила, но делала процедуры для волос, я делала когда-то ботекс для волос, еще в конце прошлого лета, уже месяцев 9 назад я делала ботекс, конечно, да, только после процедуры волосы были очень красивыми, прям такими гладенькими-гладенькими, но мне не понравилось, я помню тогда одно, что волосы были слишком такие, как безобъемные, у меня в целом волосы не очень объемные, и весь объем это только после мытья, я всегда, вот знаете, так делаю, чтобы вот здесь появлялся объем, потому что мне так нравится, как выглядит. Еще, знаете, я просто постоянно трогаю свои волосы, прям постоянно, мои родители говорят, что их это так бесит, что я постоянно трогаю свои волосы, папа прям мне говорит, мы тебя сбреем просто на лысо, не будет что трогать, но я не знаю, я обожаю волосы, я просто реально могу сидеть вот так вот трогать их, особенно когда там у меня, например, две косички, и остаются вот эти вот маленькие такие хвостики, если их можно назвать, когда косичка заканчивается, я просто, я к лицу своему эти волосы везде их трогаю, я знаю, что это неправильно, и что они как бы грязные, к лицу точно нельзя их трогать, и что вообще в целом я их загрязняю, но я не знаю, мне это так нравится, это, наверное, плохая привычка моя, но я от этого избавиться никак не могу. У моего брата, кстати, была такая привычка тоже, он, я не знаю, делает ли он сейчас так, но когда раньше он крутил свои волосы, мне мама говорила, особенно когда он был маленьким, я не знаю, был он тогда сильно маленьким или нет, она говорила, что он крутил свои волосы, не мог достать палец из волос и как бы выдергивал. Да, мы странные с моим братом, наверное, есть какие-то такие вот замешательства на волосах, но я обожаю волосы, и не представляю, как бы я жила, если бы у меня были короткие волосы. Знаете, у вас бывает такое, что после высокого хвоста, например, такого тугого, как-то реально болит голова, и это тоже плохо влияет на волосы, когда они всегда так передавлены только в одном месте тугой резинкой, и как бы, чтобы предотвратить это, старайтесь всегда менять высоту хвоста. То сделает слишком низкой, то такой средний, то прям высокий, то прям вот здесь вот. Если вы особенно делаете хвост просто дома, чтобы волосы не мешали, вам же без разницы, какая высота хвоста, но и для вашей головы в целом, и для волос будет намного лучше, если этот хвост будет всегда на разной высоте, так сказать. Еще один лайфхак, который вот правда прям я отрываю вам от сердца, потому что я не знаю, делают ли так все. Моя мама еще давно мне так показала, когда у меня была челка где-то до лет, скольки, 13, у меня была челка прям вот такая вот, я вам вставлю фоточки, как я выглядела с челкой. Мне оказалось, что это очень красиво, но потом, когда я уже отрастила челку, многие мне говорили, что я выглядела очень странно, как какой-то пирожок. И тогда, я помню, челка у меня особенно быстро загрязнялась, и я, чтобы не мыть все волосы, потому что мне было лень, я просто вот так вот брала челку, сами волосы завязывала в хвост, и просто, как мама мне говорила, стирала челку. И сейчас тоже, хотя у меня уже и длинные волосы, и в целом челка, наверное, сравнялась уже почти. Вот челка, вот. Ну, у них разница где-то такая с челкой и в целом с всеми волосами, хотя я отращиваю челку, наверное, года два я отращиваю челку. Да, года два или три, я не знаю. Но она уже сравнялась, так что где-то так вот мои волосы за этот период выросли. Ну, я не знаю, за два или за три года, я не знаю. И сейчас я тоже иногда беру вот эти вот такие вот передние пряди, остальное все в хвостик завязываю, и мою их, когда мне лень мыть все, но хочется выглядеть адекватно. Ну что, ребят, это была история про мой уход за такими вот моими волосами. Я очень надеюсь, что вы почерпнули для себя что-то новое, какие-то лайфхаки от меня, что я была сегодня для вас полезна, потому что это было целью этого видео. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, ну, если вам, конечно, понравилось. И до новых встреч, я вас всех люблю, целую, обнимаю, и всего самого лучшего желаю!